Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, друзья. Рада видеть вас на очередном вебинаре нашего трека, посвященного работе с презентациями в PowerPoint, в других сервисах и программах, посвященных созданию слайда, дизайна, типографике и публичным выступлениям. Сегодня очень такая обширная тема. Мы будем говорить про мультимедиа. Это действительно довольно объемный материал. Я, к сожалению, конечно, в размер одного вебинара все уместить не смогу, поэтому мы сегодня сосредоточимся на практике создания презентаций, основанных на аудио, видео и 3D объектах. Но прежде чем мы перейдем непосредственно к аудио-видео, давайте начнем с простого вопроса. Что такое мультимедиа? Напишите, пожалуйста, в чат ваше определение, как бы вы объяснили другим людям, что такое мультимедиа, что такое, может быть, мультимедийные форматы. Прежде чем какую-то новую тему рассматривать, новую тему изучать, мы всегда начинаем с поиска общего языка. Это, в принципе, основа любой грамотной коммуникации. Сначала мы договариваемся о том, как мы будем называть какие-то явления, какие-то объекты для того, чтобы лучше понимать друг друга. И вот мультимедиа, в вашем понимании, видеоролики, аудиофрагменты, информационный контент в виде звука или видео, аудио-видеогифки, видеокартинки – это перечисление того, что можно отнести к мультимедийным форматам. Потому что на практике, показать пример и сказать, смотрите, вот это мультимедиа, это проще, чем объяснить другому человеку, а что на самом деле это такое. Так, Юлия пишет, что мультимедиа – это интересный, привлекательный, познавательный электронный контент, электронный, цифровой, как основополагающий признак. Вот для того, чтобы лучше понимать, что такое мультимедия, давайте я покажу вам еще одно новое понятие – понятие цифрового языка. Люди давно искали способ передавать информацию друг от друга. Сначала появилась речь, появился алфавит, письмо, изобразительное искусство, музыка. С развитием интернета объемная информация увеличивается, и нам нужно обрабатывать ее все больше и больше. Все быстрее и быстрее передавать ее от человека к человеку, от устройства к конечному пользователю. И как раз для вот такой передачи мы придумали определенные каналы коммуникации, которые базируются на некоторых основных принципах. Например, фото – это так мы условно называем все визуальные форматы, это может быть иллюстрация, изображение, главное – статичная графика. Есть язык видео, язык аудио, язык данных и язык текста. Причем текст – это совсем не то, что живая речь, совсем не то, что художественная литература или тот текст, который мы видим в учебниках. Текст, как цифровой язык – это краткие, емкие, лаконичные сообщения, опять же, нацеленные на то, чтобы передавать информацию как можно быстрее. Итак, у нас есть пять цифровых языков, которые позволяют тем или иным способом передавать информацию. И вот если мы эти цифровые языки начинаем использовать в некоторых форматах, то мы и получаем мультимедиа, мультимедийные форматы. Например, цифровой язык видео плюс цифровой язык аудио дает нам, как правило, формат видеоролик. Гиперссылки, как вы говорили, то есть принцип гипертекстовой разметки дает нам интерактивные форматы. Сочетание нескольких фотографий дает нам мультимедийный формат калаш. Я вижу еще ответы. Иллюстративное живое подкрепление и сложение. Технология, обеспечивающая взаимодействие техники речи и общения. Да, то есть определение в любом случае мультимедиа – это такое довольно широкое понятие. И часто мультимедиа называют форматы, которые комбинируют несколько способов доставки информации. Аудио плюс текст, видео плюс данные, например. Но на самом деле даже просто само по себе фото – это мультимедийный формат. Мы можем определить мультимедиа как способ упаковки информации с использованием нескольких или одного цифровых языков. И интерактивность, вот как раз возможность взаимодействовать с ним – это дополнительная характеристика. Она может присутствовать, а может не присутствовать. Например, мы можем говорить о том, что есть видео, а есть интерактивное видео. Есть фото, а есть интерактивное фото. Есть презентация в плане слайдов, просто показывающая информацию. А есть интерактивная презентация, где на слайдах можно еще и взаимодействовать с какими-то объектами. Немного подробнее о нескольких из 105 мультимедийных форматов, которые мы в компании «Сила Медиа» выделяем. Вот, например, цифровой язык фотографии. На его основе можно показать просто снимок, просто какую-то иллюстрацию. Можно сделать фото 360 градусов. Причем эта фотография ничем не будет отличаться от обычной, только для ее просмотра, для ее правильного просмотра будет нужна специальная программа или какой-то сервис, куда она будет вставлена. Например, если вы фотографию 360 градусов загрузите в «Контакт», она будет выглядеть как не обычная фотография, просто специфически выглядящая. А если вы точно такую же фотографию загрузите в «Фейсбук», то «Фейсбук» отобразит ее уже реально на 360 градусов. Можно будет мышкой изображение поворачивать. Но при этом по-прежнему остается мультимедийный формат, основанный на фотографии, без какой-то полноценной интерактивности. А вот если мы возьмем формат «Интерактивное фото», то здесь мы добавляем как раз режим интерактива. Он может быть представлен ссылками, текстом, какими-то дополнительными переходами, может быть, какими-то дополнительными иллюстрациями. У нас есть слой фотографии и слой интерактива. Точно по такому же принципу работаем и с текстом. Вот есть просто сам по себе текст. Если мы добавили в оформление нашего текста еще и какие-то изображения, мы можем получить диалог и скрин-переписки. Для этого что нужно? Для этого нужен шаблон экрана мобильного телефона, иконки собеседников, текстовые баблы, в которых мы сам текст и размещаем. И вот у нас получается уже скрин-переписки. Если мы добавим к тексту, структурированному по абзацам, что нужно сделать, добавим к нему специфические иконки чекбоксов, то мы получим чек-лист. Он может быть тоже интерактивным, что мы можем ставить галочки напротив выполненных дел, а может быть и не интерактивным. Такой чек-лист можно распечатать и заполнять, например, уже ручкой. Мы цифровое мультимедиа выведем в оффлайн. Текст может быть точно так же интерактивным. Он размечается так же, как и фотографии. На отдельные слова, на отдельные предложения добавляются интерактивные ссылки, фотографии, какие-то другие пояснения. Также с видео. Про интерактивное видео я сегодня еще немного подробнее расскажу и покажу, как сделать в PowerPoint похожий пример. Ну вот еще какие могут быть форматы, основанные на видео. Обычный видеофрагмент. Вообще он в принципе складывается в видео плюс аудио и не обязательно субтитры или титры. Но в любом случае вот именно видеофрагмент подразумевает о том, что у него будет какая-то смысловая аудиодорожка. Это может быть голос, это может быть озвучка, это может быть музыка, которая задает настроение. А в скринкасте наоборот. Аудио не обязательно. Скринкаст – это запись экрана, когда вы что-то делаете в программе, и для своих учеников, и для своих коллег параллельно ведете видеозапись, чтобы научить, показать, рассказать что-то. При этом вы можете комментировать вслух, и тогда у вас скринкаст будет с аудиодорожкой. Но может быть и без нее. Кстати, скринкасты тоже совершенно неспокойно можно делать внутри программы PowerPoint. И конец цифровой язык аудио, и на его основе мультимедийные вот такие вот форматы, как аудиофрагмент. Мы просто записываем кусочек речи. Аудио слайд-шоу, когда основной смысл упакован как раз в звуковую дорожку, и она сопровождается какими-то статичными изображениями или фотографиями. То есть основной смысл идет в аудио, а фото просто его дополняют. И интерактивный такой же формат, например, аудио цитата внутри текста, когда у нас есть текстовый фрагмент, но какой-то его кусочек можно прослушать. Вот именно с аудио я предлагаю сегодня начать. Первый мультимедийный формат в PowerPoint – это аудио. И я покажу на практике, как вставить в текст вот такую вот аудио цитату. В PowerPoint можно добавить файл с компьютера, можно записать сразу внутри презентации. Это само по себе очень удобно. Вы можете прокомментировать что-то или зачитать какой-то фрагмент текста сразу внутрь презентации. Он не сохранится отдельным файлом на компьютере, а будет сразу встроен в определенный слайд. Мультимедиа аудио в PowerPoint выглядит следующим образом. Вот такой вот значок динамика или рупора, кому как удобнее называть. И при наведении на него мышки или при выделении его снизу появляется вот такая вот полоса плеера. Очень большое неудобство то, что стандартный значок поменять нельзя. Вот то, каким он есть, как Microsoft его представил, так он остается неизменным уже на протяжении многих лет. Что мы можем сделать с аудиофрагментами внутри слайда? Когда мы кликаем на значок вот такого встроенного аудио, у нас появляются две новые вкладки. Это формат звука, она показана сверху, и вкладка воспроизведения, показана снизу. В последних версиях, начиная, наверное, с 2003-го офиса, содержание этих вкладок остается неизменным. Формат звука, все, что в названии содержит слово формат, относится к оформлению, к дизайну. То есть на этой вкладке можно каким-то образом изменить значок. Но поскольку сам значок мы поменять не можем, он стандартный, мы можем поменять его цвет, сделать ему обводку, добавить какие-то эффекты объема. В принципе, поработать с ним, как с обычным рисунком. Вторая вкладка воспроизведения несколько интереснее. Здесь как раз основные настройки связаны с самим звуком и с его проигрыванием. У нас есть возможность сделать начало звука выходом из тишины, чтобы постепенно нарастала громкая звука, и наоборот, в конце аудиодорожки снова увести ее в ноль. Только настроить громкость, если, например, ваш аудиофрагмент записан с превышением комфортной громкости. Включить отображение звука в фоне. Прямо вот если раньше нужно было настраивать, то сейчас кнопка «Воспроизвести» в фоне есть уже автоматически. Вы кликайте на нее, и аудиофайл будет тихонечко себе играть в фоне на протяжении всего показа презентации. И для практики я предлагаю выбрать вот такой вот текстовый фрагмент и добавить к нему звук. Я вырезала с одного из вебинаров Директ Академии кусочек звуковой дорожки, и хочу сейчас ее разместить на слайде так, чтобы проигрывалось по нажатию. Я переключаюсь на демонстрацию экрана. Пожалуйста, нажмите на огонек, если у вас все видно и все нормально отображается. Спасибо. Итак, вот этот слайд, есть текст и есть сам по себе звуковой фрагмент. Когда я его выделяю, активно вкладка «Воспроизведение», и здесь я могу с ним каким-то образом поработать. Например, если нужно у звука убрать начало, убрать конец, немножко его подрезать, я нажимаю на кнопку «Монтаж звука» и вот здесь вот аккуратно настраиваю. Удобно то, что звук показан вот звуковой дорожкой с пиками, и можно по ней сориентироваться. Например, если человек, который записывал аудиофрагмент, забыл на какое-то время текст и молчит, то вот здесь вот посредине будет ровная прямая линия, и только потом снова начнутся вот эти вот штрихи, звуковые пики. И таким образом вы сможете даже по картинке, не прослушивая, примерно сориентироваться, какой фрагмент вам нужно оставить, какой фрагмент нужно сохранить. Предположим, я хочу вставить вот сюда звуковой фрагмент. У меня есть вот такая вот иконка. Я добавлю ее на сайт, и именно она станет, добавлю ее на слайд, и она станет триггером для запуска аудиофрагмента. Для того, чтобы сделать вот такое воспроизведение по клику, я снова выделяю аудиофрагмент, иду во вкладку «Анимацию», и как видите, здесь помимо стандартных анимаций появляется еще несколько новых. Отдельная вкладка для мультимедиа, и здесь четыре варианта анимации. Мне нужен самый простой вариант воспроизведения, чтобы это мультимедиа воспроизводилось, и оно должно воспроизводиться по клику. То есть я настраиваю триггер по щелчку на вот такой вот элемент. Давайте проверим. У кого-то еще черный экран, вот уже два человека написали, что не видно. Так, у остальных видно. Может быть проблема в браузере, и его можно перезагрузить. Спасибо. Раз у большинства видно, то я вернусь к своей демонстрации. Итак, сейчас по клику на вот эту вот иконку начнется воспроизведение звукового файла. Я поставлю его сюда в текст, найду подходящее место. И сейчас по клику на эту иконку будет воспроизводиться сам аудиофрагмент. Можно поступить другим образом и сделать так, чтобы аудио воспроизводилось по клику на определенный текст. Но для этого тоже нужно, конечно, обозначить иконкой, что вот именно этот кусочек текста будет звучать в аудио формате. Например, вот таким вот образом. Я заключаю в такие аудиокавычки абзац текста. И теперь его можно прочитать, либо можно кликнуть на него и прослушать. Для того, чтобы сделать сам текст ссылкой на прослушивание аудиофрагмента, удобно создать невидимый вот такой интерактивный объект. Он может закрывать весь текст, может закрывать только несколько слов. И сейчас я аудио точно так же добавляю новую анимацию воспроизведения и теперь привязываю уже к прямоугольнику. После того, как анимация настроена, сам прямоугольник я сделаю невидимым. Для того, чтобы правильно сделать интерактивный объект невидимым, нужно полностью отключить его к оттуру. А вот здесь вот в заливке фигуры выбрать не полную прозрачность, а выстроить следующим образом. Выбрать другие цвета заливки, щелкать на любой цвет и поставить у него прозрачность 100%. Если вы выберете вариант «Нет заливки», то у вас просто будет пустое место и вот этот прямоугольник сам по себе интерактивным не будет. И только тогда, когда вы выбираете вариант с полностью прозрачной заливкой, только в этом случае курсор показывает, что этот фрагмент является сам по себе интерактивным. И вот, понимаете, можно кликнуть и прослушать. Сам объект мультимедиа, вот этот вот значок, который воспроизводим, я просто переношу за рамки экрана. Можно, конечно, кликнуть на вкладки «Воспроизведение» и выбрать вариант «Скрывать при показе». Либо сделать, например, значок полностью прозрачным. Но гораздо проще и удобнее просто выдвинуть его за рамки экрана. Здесь он и не будет мешаться. И в то же время, если вам нужно будет слайд каким-то образом отредактировать, вы всегда сможете легко его найти. В презентации, которую я предлагаю для скачивания, этот слайд уже настроен. Вы сможете посмотреть, как в нем настроена анимация, прослушать аудиофрагмент и попробовать воспроизвести аудиоцитату уже в своих презентациях. Давайте попробуем сделать что-нибудь посложнее. И теперь добавим в нашу презентацию такой мультимедийный формат, как видео. И точно так же настроим его показ, воспроизведение и в конце концов сделаем этот видеоролик немного более интерактивным. Точно так же, как и аудиовидео, можно добавить с компьютером. Можно сделать запись экрана, если нужно сделать скринкаст. Точно так же есть определенный набор видеороликов стоковых, которые доступны по подписке Microsoft 365, но и в 19-21 версии часть этих видеороликов доступна без подписки. Набор не очень большой, но иногда очень-очень выручает. Также можно вставить ссылку на сервис YouTube, Vimeo и еще есть несколько других сервисов для того, чтобы видео во время показа презентации подгрузилось из интернета. Если у вас нет во время презентации возможности подключаться к интернету, то лучше видео скачивать на компьютер и добавлять уже файлом, а не вставлять отдельной ссылкой. Каким образом выглядит вставленный мультимедиа видеоролик? Точно так же есть какой-то кадр, превью этого видео и при наведении мышкой или при выделении появляется точно такая же, как и для аудио, полоса управления просмотром, полоса плеера. Если видеоролик вставлен по ссылке с какого-то интернет-ресурса, то он будет отображаться в презентации следующим образом. Никакой полосы управления показано не будет. Будет точно так же превью, первый кадр и кнопка запуска. При нажатии на нее, этот видеоролик загружен с YouTube, появляется стандартный YouTube-плеер. Такое встроенное видео не поддается какой-то полноценной настройке. То есть, в принципе, вы забираете его таким, каким его отредактировал автор YouTube-канала. Сейчас, видите, я настроилась, потому что я переключилась обратно в режим презентации. Посмотрим, я снова буду демонстрировать экран, посмотрим, будет ли нормально отображаться. Может быть, опять же, проблема в том, что слишком большая нагрузка на интернет-канал. В этом случае вы можете отключить мое видео, и тогда, вероятно, будет легче просмотреть показ экрана. Точно так же, как и с аудио. При выделении видеоролика у вас появляются две новые вкладки. Это формат и воспроизведение. Я показала вариант этих вкладок в версии 2016 и в версии 2021. Как видите, небольшие изменения произошли только в дизайне, но все кнопки функции настройки остались точно такими же. Единственное, что добавилось за пять лет развития PowerPoint-а, добавилась кнопка «Замещающий текст». Это для тех программ, которые читают с экрана. Если человек плохо видит, у него стоят такие программы, и ему программа просто голосом озвучивает все, что происходит на экране. И вот добавилась только эта кнопка. Если на нее кликнуть, то вы можете описать в 2-3 предложения ваше видео. И в некоторых случаях это может кому-то помочь. Презентацию вебинара сейчас Татьяна Ветровна по ссылке предлагает вам скачать, потому что слишком большой файл, чтобы вебинар.ру его загрузил. Говорит, что 200 с лишним мегабайт для него уже перебор. Используя вот эти вот настройки, используя эти вкладки, мы можем настроить отображение видео. Как раз для этого нам потребуется панель формата и панель воспроизведения. В первую очередь, что можно сделать с видео? Немножко его подрезать. Кнопка называется «Монтаж видео», но на самом деле тут полноценного монтажа нет. Это просто немножко обрезать начало, подрезать конец. Нет даже возможности разрезать ролик на 2 части. Для того, чтобы разделить большой ролик на 2 части, нужно один раз поставить презентацию, потом его сдублировать, скопировать. И у каждого из этих видеофрагментов по-разному настроить точку начала и точку конца во вкладке «Монтаж видео». Так, превышен ли митскачивания? Скачать невозможно. Тогда после того, как я проговорю в конце вебинара, я попробую его еще раз перезагрузить, еще раз дать ссылку, посмотрим, может быть, исправим эту ситуацию. Итак, это длительность видео. Дальше что мы можем с нашим загруженным видеороликом поменять? Мы можем изменить превью. По умолчанию в качестве предпросмотра всегда показывается первый кадр. Я прошу прощения, Анастасия Игоревна, прошу прощения, иди-ка извиняюсь. Коллеги, про презентацию. Скачивайте. Минутку, да? Пожалуйста, скачивайте ее из облака. Ссылку я вам еще раз несколько раз повторю. И когда будете скачивать, там две кнопочки. Можно скачать, а можно сохранить на Яндекс.Диск. Если вам пишут, что превышен лимит скачивания, нажимайте «Сохранять» на Яндекс.Диск, а потом уже с диска вы ее сможете посмотреть или скачать. Прошу прощения еще раз, Анастасия Игоревна, все. Ничего страшного. Я, наверное, сейчас ее еще на всякий случай залью на Google Диск. И в конце вебинара, пока она сейчас заливается, в конце вебинара дам еще ссылку на Google Диск. Итак, вернемся к нашим видеороликам. Первый кадр превью можно заменить. То есть он по умолчанию стоит самый первый кадр. И это не всегда лучший выбор. Вы можете на вкладке «Формат» найти кнопку «Заставка» и заменить на текущий кадр, то есть отмотать плеер до определенного момента, выбрать подходящий кадр и кликнуть на кнопку «Заставка» «Текущий кадр». Превью поменяется. Можно загрузить изображение из файла. То есть вы можете какой-то файл на компьютере выбрать, только желательно, чтобы он был уже сразу с правильным соотношением сторон, и его поставить в качестве заставки. Это может быть очень удобно, если вы делаете какие-то, например, викторины. Всегда можно выбрать вариант «Сброс» и снова вернуться к первому кадру видео. Еще что мы можем сделать при оформлении нашего видеоролика. Также на вкладке «Формат» мы можем изменить форму видео. По умолчанию видео показано с таким соотношением сторон, с каким оно было создано. 4х3, либо 16х9 прямоугольник вот такой вот. Но на кнопке «Форма видео» мы можем поменять. Выбрать какой-то экзотический вариант видео в звезде, видео в треугольнике. Аккуратно выбрать вариант с прямоугольником, с искругленными уголками для того, чтобы в дизайн-презентации наше видео лучше вписалось. Ну, или имитировать, например, видеозвонок в чате и сделать наше видео круглую. То есть вариантов довольно много. Конечно, на примере вы сейчас видите, если у вас на видеоролик добавлены какие-то интерактивные элементы, субтитры, то PowerPoint все равно будет обрабатывать это видео как прямоугольное. Если видео чисто для показа, можно попробовать придумать какую-то интересную форму. Если на видео будут субтитры, если с видео планируется какое-то взаимодействие, лучше оставлять его в прямоугольном или квадратном варианте. После того, как мы настроили отображение нашего видеоролика, мы можем его немного улучшить, сделать ему такой небольшой апгрейд и добавить к нему субтитры. Что касается субтитров, они отображаются следующим образом. Вы добавляете в файл с субтитрами, и вот здесь, как видите, на панели просмотра появляется новый значок. Он предпоследний. Этот значок как раз говорит о том, что к видео добавлены определенные субтитры. К сожалению, изменить оформление субтитров нет никакой возможности. Вот другие плееры, эти субтитры могут обрабатывать по-разному, подчеркивать текст жирным, изменять и цвет, и шрифт. Но PowerPoint вот только в таком самом простом формате. Белый цвет текста, черный фон. Сколько вы строчек добавили, столько и будет отображаться на экране. И три строчки – это максимум для того, чтобы видео отображалось комфортно. Субтитры вы можете подгрузить самостоятельно, если у вас есть файл в формате, сейчас я покажу на экране, в TT называется формат, видеотекст трекста. Для многих фильмов существуют такие субтитры, для каких-то роликов с переводом можно их скачать, для роликов TED можно скачать субтитры именно в таком формате. Но если готовых субтитров нет, то вы всегда можете их изготовить самостоятельно. Для этого потребуется всего лишь программа блокнот, которая есть у всех на компьютере. И вот в таком виде просто прописывается весь текст. Сначала идет заголовок, вот эти вот шесть букв, потом вы пишете тайм-код, с какого времени и по какое время должны субтитры отображаться на экране. Тайм-код стандартный – часы, минуты, секунды, и после точки идут тысячные. После этого вы пишете текст в несколько строк, так как оно должно отображаться. Видите, ничего сложного в этом нет. И для того, чтобы сделать файл субтитров, нужно создать новый файл блокнота, написать все тексты и сохранить с вот таким вот расширением, расширение VTT. Так, у меня есть файл с примерами субтитров. Я сейчас точно так же скину ссылку на Яндекс.Диск в чат. Вы сможете его скачать и попробовать создать свой вариант субтитров. На компьютере, если вы делаете файл самостоятельно, а не скачиваете мой, вы сохраняете следующим образом. Пишите название, после точки пишите язык, ru, n, s, то есть в зависимости от того, на каком языке, точка и формат VTT. Сейчас я покажу, куда это все вставляется. Вот таким вот образом. Если вы делаете к одному ролику несколько субтитров, например, на разных языках, вы можете загрузить сразу несколько вот таких вот дорожек. И по нажатию на кнопку субтитров можно будет их переключать. Для того, чтобы вставить субтитры, вы просто файл сохраняете на компьютере, кликайте на видео в вашей презентации и на вкладке воспроизведения выбираете кнопку вставить субтитры. Добавляете из файла. За один раз вставляется один файл субтитров, можно удалить все, а вставить можно их пакетом. И вот таким вот образом переключать. Это могут быть субтитры на разных языках, условно говоря, русская, английская, озвучка. Это могут быть субтитры с вопросами и с ответами на вопросы, если вы делаете какое-то интерактивное видео. И вот таким образом, переключая субтитры, можно, в принципе, зашить довольно много самой разной информации. На конец к нашему видео можно добавить интерактив. Сейчас я снова переключусь на режим демонстрации экрана. И покажу, что именно с нашим видео можно сделать. Вот у меня загружен сюда определенный файл. Я надеюсь, что у всех будет в этот раз нормально отображаться. Закружаю определенный файл. Я хочу сейчас его сначала подрезать. У него не очень удачное начало. Как видите, слишком темное. На вкладке воспроизведения я перехожу в монтаж видео и проматываю до определенного момента, до того момента, когда видео становится более светлым. Например, вот сюда. Могу поменять первый кадр. Это идет вкладка «Формат видео». И вот здесь я выбираю заставку. Мне нужно прокрутить на видео до определенного момента. Вот так я, например, сделаю. И кликну на заставку и выберу текущий кадр. Видите, пишет «Заставка выбрана». Теперь вот таким образом будет отображаться первый кадр видео. Сразу выключу звук, чтобы он не мешал. Видите, присмотр идет с самого начала, но первый кадр в видеоролике изменился. Я делаю дальше. Тут есть видеоролик, он каким-то образом настроен, каким-то образом оформлен. Теперь хочу добавить сюда немного интерактива. И, предположим, я хочу сделать небольшую вот такую вот викторинку. Этот видеоролик посвящен хачкарам. Это армянские памятники, вырезанные на камнях кресты. И я сделаю соответствующий вопрос викторины. Вот несколько вариантов ответа. Сейчас для того, чтобы было проще управлять, я все вот эти вот объекты сгруппирую. Они будут работать как одна единственная группа. И сделаю еще два текста. Один будет появляться, когда ответили на вопрос правильно. Второй, когда неправильно. Теперь я настрою так, что вот эти вот ответы будут появляться при клике на правильный или на неправильный вариант. Я снова нарисую вот такие вот круги. Они будут как раз интерактивными областями, по клику на которых будет появляться тот или иной текст. Иду в раздел «Анимация». Текст верно будет появляться тогда, когда будут кликать на правильный вариант. Вот этот текст будет появляться, когда будут кликать на любой из неправильных вариантов. И сделаю так, чтобы они появлялись на одном и том же месте. Все, смотрим дальше. Сейчас у нас настроен вот этот вот небольшой сам по себе тест. Фигуры у меня будут прозрачные, да, как я вам уже показывала, чтобы были интерактивные области. И вот сейчас по клику будет появляться тот или иной текст. Но нас интересует не сколько сам вот этот вот тест с вариантами ответов, сколько сам видеоролик. И возможность привязать тест к определенному моменту к видео. Сейчас это видео автоматически начинается просмотр, тогда, когда мы открываем слайд. Когда вы добавляете видеоролик, вот здесь вот во вкладке «Анимации» автоматически к нему добавляется несколько настроек анимации. То есть это анимация, которая не требует настройки, она идет автоматически. Анимация запуска видео и анимация постановки видео на паузу. Видео сейчас начинается, как видите, автоматически. И я хочу, чтобы когда видео дошло до вот этой вот точки, когда вырезаны на камне буквы, у меня что-то происходило. Для этого я поставлю в этом месте закладку. Закладки ставятся во вкладке «Воспроизведение». Вот появилась желтая точка. И теперь, когда видео будет доходить до этой закладки, оно будет ставиться на паузу. Я выбираю анимацию «Пауза» и триггером ставлю закладку. То есть не какой-то объект, а закладку. Автоматически видео встанет на паузу, когда оно дойдет до этой точки. И вот эта вот группа объектов «Тест» появится автоматически после того, как видео дойдет до этой точки. Вот у меня и появился новый раздел в анимации. Опять же, тогда, когда человек ответит на «Тест» и кликнет на «Правильный ответ», видео продолжит воспроизводиться. Я добавляю новую анимацию. Снять с паузы. И вот сюда добавляю к клику на объект, вот этот вот, на вариант с «Правильным ответом». Немного внимания, немного оформления. Нужно будет убрать вот эти вот круги. И вот сейчас, когда видео доходит до закладки, оно ставится на паузу, появляется «Тест». Если мы кликаем на «Правильный вариант ответа», то видео идет уже дальше. К вам примере, который вы скачаете, этот слайд уже настроен, уже все аккуратно сделано. Вы сможете посмотреть, как именно анимация настроена и каким образом вы сможете вот этот вот пример скопировать. Естественно, может быть в одном видео несколько точек, несколько закладок вы можете расставить в разных местах. И к каждой из этих точек привязать свою анимацию. Возникновение вопросов, возникновение дополнительной информации. При этом видео может становиться на паузу. Для этого вы выбираете анимацию «Приостановить». И ее же выбираете для того, чтобы снять видео с паузы. Кнопка анимации воспроизведения всегда будет бросать на самый первый кадр. Кнопка остановки всегда будет прекращать воспроизведение и перематывать на начало. В версии Powerpoint 2003 это можно делать, да. И есть еще одна вот такая вот анимация, она называется «Найти». «Найти» — это переход к определенному месту видео. «Найти» предполагает то, что вы сделаете внутри видео, несколько закладок, и вот здесь вот напишите вот такое интерактивное оглавление. «Найти» У нас будет часть 1, часть 2, и видео будет переходить... Вот, я выделяю не просто само видео, а выделяю в нем конкретную закладку, добавляю анимацию «Найти» по триггеру, по щелчку на первый прямоугольник. Опять выделяю вторую закладку, добавляю анимацию «Найти» по щелчку на... Так, по щелчку на второй прямоугольник. И теперь, для того, чтобы быстро перейти на определенное место видео, надо будет просто нажать на соответствующую кнопку. То есть таким образом вы сможете сделать к видео еще и интерактивное оглавление. И все это не выходя из Powerpoint. Так, я надеюсь, я не пропустила каких-то важных вопросов. Конец последней мультимедиа, которую я хочу показать, это объекты с 3D-анимацией. Вот это доступно, начиная с 19-й версии Powerpoint. То есть в более ранних версиях этой функции, к сожалению, нет. 3D-объекты добавляются и работают, в принципе, как обычные изображения, только с некоторыми специфическими возможностями и настройками. Но, в принципе, это те же самые вставленные изображения. Их можно добавлять точно так же с вашего компьютера, если они у вас скачены, стандартный формат файла JLWin. На самом деле, очень-очень много вариантов файла. Можете посмотреть, какие именно расширения поддерживают 3D-объекты. Есть большой набор 3D-объектов, точно так же на стоке Microsoft 365. И в 19-й и в 21-й версии есть часть из этих 3D-объектов бесплатных. И точно так же можно добавлять 3D-объекты напрямую из программы Paint 3D. Это самый обычный Paint, только с 3D-функциями, доступен в 10-м и 11-м версии Windows. Добавленный 3D-объект выглядит следующим образом. Как обычная вставленная картинка, но у него посередине еще и вот такая вот иконка вращения объекта. Вот это отличный признак, который показывает, что перед вами 3D-объект. Таким образом выглядит сток Microsoft 365. И здесь вы можете заметить, что на некоторых изображениях в левом нижнем углу есть иконка бегущего человечка. Вот эта иконка говорит о том, что данный 3D-объект еще и анимирован. Я покажу сейчас примеры анимированных и не анимированных объектов и как с ними можно взаимодействовать. Когда вы выделяете 3D-объект, то появляется новая вкладка «Трехмерная модель». Если объект статичный, то будет верхний вид. Если объект анимированный, то слева появятся еще два значка «Воспроизведение» и «Сцены». Все остальные кнопки, все остальные настройки, в принципе, на панелях абсолютно одинаковы. Но вариантов возможностей, конечно, не так много. Есть предустановленный показ модели, то есть модель «Анфас», модель повернутая на 45 градусов, модель показанная снизу и слева. То есть вот здесь, кликая в это окошечко, можно выбирать, как она будет показана. В принципе, это все, что можно делать. Но настроить отображение модели, конечно, намного проще, потянув просто за ползунки. И вот еще что добавляется. Добавляются специальные анимации. Если в вашей презентации есть 3D-модели, то Microsoft предлагает пять новых анимаций, созданных именно специально под 3D-объекты. Я снова включаю демонстрацию экрана и показываю на практике, как работать с 3D-объектами. Я иду во вкладку «Вставка». Вот здесь выбираю раздел «Трехмерные модели». Если щелкнуто стрелку, то будет вариант выбрать файл с устройства. По умолчанию всегда стоит по клику «Поиск модели в интернете на стоке Microsoft 365». Вот все модельки, которые представлены, разделены по категориям. Есть отдельно раздел анимированных моделей всех животных и учебных анимаций. То есть вот здесь есть анимации планеты, животных, процессов, происходящих в земной коре и так далее. Но, к сожалению, набор не очень большой. Я вот возьму такой объект. Это 3D-человечек. Нужно время, чтобы скачалось интернета и вставилось. И вот у меня появился аватарчик такого мальчика. Его можно покрутить, подвигать, переставить по-разному. Перекрасить, поменять дизайн у этих объектов, к сожалению, нельзя. Можно выбрать какую-то определенную настройку просмотра. То есть поставить модель под определенным углом. Но, как я говорила, намного проще это сделать, конечно, ползунком. И вот эта моделька у меня статичная. Я могу добавить к ней определенную анимацию. Анимация проявления. Он будет вот так вот слегка разворачиваясь, проявляться. Анимация исчезновения. Аналогично тоже он слегка разворачивает и исчезает. Анимации выделения будет вертеться, скорость настраивается, будет качаться из стороны в сторону налево-направо и будет подпрыгивать и проворачиваться в воздухе. У каждой из таких анимаций есть определенные настройки эффектов. В каком направлении будет вращаться при появлении, насколько заметно будет вот этот поворот и где будет проходить от объекта. Точно так же вот и для остальных. Для объектов выделения есть возможность настроить еще и непрерывное движение. То есть вот этот вот молодой человек будет вращаться, не переставая. Это иногда удобно, если вы предполагаете, что слайд будет достаточно долго висеть сам по себе на экране. Давайте теперь добавим уже сразу анимированный объект. Также в меню «Вставка» — «Трехмерные модели». И я выбираю… Так, вот здесь вот из всех анимированных моделей я выбираю «Летающую тарелку». Вот появляется сама моделька и она сразу уже движется. То есть есть возможность поставить это движение на паузу или возобновить заново. У некоторых таких анимированных 3D-моделей есть только одна сцена анимации. Сцены выбираются вот здесь, вот во вкладке «Трехмерная модель». Здесь есть несколько вариантов сцен. Я могу полностью сделать модельку не анимированной и переключиться между несколькими сценами. У «Летающей тарелки» сразу три готовых, уже настроенных объемных анимации. У многих моделек такая анимация одна. Между вот этими вот анимациями можно переключаться. Например, у меня есть «Летающая тарелка» и есть вот такая вот кнопка. Вот такая вот кнопка, на которую мы будем нажимать для того, чтобы анимацию сменить. Сейчас «Летающая тарелка» показана вот следующим образом. Вот она и она крутится. То есть сразу уже на нее стоит определенная настроенная анимация. Крутиться она будет непрерывно, поэтому я ограничу ее прокрутку вот одним разом. Теперь я добавляю к ней новую анимацию. И вот здесь вот в меню «Анимации» мне нужно выбрать «Анимация модели». Какую следующую сцену я буду использовать. Например, я буду использовать эту сцену. И анимация будет происходить по триггеру по нажатию на кнопку. Как это будет выглядеть? При включении слайда «Летающая тарелка» просто крутится. Я нажимаю на кнопку и анимация переключается. Как видите, сама «Летающая тарелка» помещена в разные места, и поэтому при клике на кнопку она неприятно прыгает. К сожалению, нет какой-то возможности плавно или аккуратно это настроить. Если первая анимация по умолчанию будет непрерывной, то ваша кнопка может просто-напросто не сработать. Потому что, видите, анимация не прекращается, и значит у модельки нет возможности переключиться на следующую сцену. Поэтому всегда, если ваша анимация не срабатывает с 3D-модельками, в первую очередь проверяйте параметры эффекта, как долго эта моделька будет сама по себе крутиться. Вот это те модели, которые по умолчанию показаны в самом PowerPoint. Так, друзья, я несколько сбилась. Сейчас еще раз переключу показ экрана. Это то, как в самом PowerPoint, какие есть модельки и как показана их анимация. Но можем добавлять некоторые объекты и сторонние. Например, с помощью программы Paint 3D я добавила, в самой программе сделала вот такую вот объемную модель и добавила ее в PowerPoint, даже просто через Ctrl-C, Ctrl-V она добавляется. Я вообще раньше никогда не имела дело с 3D, для меня очень сложно что-то делать, но готовясь к вебинару, буквально за полтора часа у меня получилось сделать вот такую вот диаронку, посвященную жизни шмелей. И, конечно, это все сделано из готовых материалов, готовой картинки, просто нарезаны и соединены между собой, но тем не менее, вот, пожалуйста, вот он готовый уже 3D эффект. Работает так же, как любая другая моделька, то есть, несмотря на то, что файл загруженный, вот его можно покрутить, перевставлять, и точно так же можно добавить к нему определенного рода анимацию. То есть, в принципе, если у вас версия Windows 10 или 11, то у вас по умолчанию стоит вот эта бесплатная программа по 3D, с помощью которых можно работать с 3D-модельками и делать для своих презентаций что-то вот такое интерактивное и интересное. Эта моделька тоже есть в презентации с примерами, которые вы можете скачать, и вы этих шмелей можете скопировать себе в любую другую презентацию и попробовать с ними поэкспериментировать. Спасибо за ваши добрые слова. На самом деле, да, для меня вот это вот 3D-это тоже открытие. Я раньше, как я повторюсь, никогда с ними не работала, и для меня вот просто на самом деле это настоящий вау-эффект, и я чувствую, что в ближайшее время вместо того, чтобы работать, я буду сидеть и клепать вот такие вот модельки. Оказалось, на самом деле, несколько проще, чем я всегда считала. Так, сейчас я скопирую ссылку, да. Спасибо, что не помнили. Так, это ссылка на Google, на ту же самую презентацию. Напоминаю, что с середины марта начнется курс основной учебной презентации «Инструменты, методики и дизайн». Это уже четвертый старт курса. Мы разбираем и вопросы того, как поставить цель, фокус презентации, как проанализировать аудиторию и подсветь ее на эмоциональный крючок. Говорим о том, как верстать слайды с текстом и слайды с большим количеством изображений, выбирать иллюстрации и шрифты. Говорим о том, как подготавливать и настраивать презентацию для выступления. Все материалы, все то же полезное, чем я делюсь на курсе, я собираю на одной доске Миро. Там загружены будут и презентации, и видеозаписи, и ссылки на книги, и какие-то дополнительные шаблонные материалы, которыми вы сможете воспользоваться. Поэтому приглашаю вас не только на следующий вебинар и трек, но и на сам курс. Так, пишут, что нет доступа. Сейчас перенастроим, не вопрос. Я сохранила, можете еще раз по этой же ссылке перейти. Теперь доступ к презентации есть. Был вопрос про Google-презентации. Сейчас немножко подробнее отвечу про него. С Google-презентациями дело обстоит следующим образом. Сами по себе Google-презентации очень удобны, если вам нужно сделать какую-то простую презентацию совместно с другими людьми. То есть без особо сложного дизайна. Вообще у Google-презентации, конечно, функций меньше, чем у PowerPoint. И что для меня самое печальное, это, конечно, то, что там меньше возможностей по интерактиву. Но вообще про Google-презентации мы говорили в прошлом году. Вот прошлогодний трек. Там каждый отдельный вопрос рассматривался и в PowerPoint, и в Google-презентациях, и в Convee, и в Genial. То есть если есть какие-то конкретные вопросы или просто интересно посмотреть, я рекомендую найти вот видеозаписи вебинаров прошлогодние. Так, сейчас посмотрю. У меня должна быть ссылка на доске на прошлогодние вебинары. Сейчас я тоже найду и скину. Так, вам присылают презентацию без возможности редактирования учениками. Вы как раз недавно подробно это разбирали со своими коллегами для Google-презентации. Там можно опубликовать в интернете, и тогда презентация будет доступна только в режиме просмотра. А если нужно ее опубликовать, презентацию из PowerPoint, то в настройках сохранения прямо есть строчка «Нередактируемая презентация». Правда, при этом потеряется интерактив. Если интерактива нет, то можете попробовать найти строчку «Именно нередактируемая презентация» в PowerPoint. Так, ссылка на доску с прошлогодними вебинарами. Сейчас я найду. Надо тоже вспомнить, где я это все сохранила. Досок у меня уже чуть ли не больше, чем презентаций. Вот здесь я собираю на вот этой доске «Миро». Собираю ссылки на видеозаписи Директ-Академии всех вебинаров, которые я проводила. Те, которые проведу в этом году, я тоже добавлю, но уже в конце учебного года. А пока вот за два-три предыдущего года все видеозаписи, которые есть, аккуратно собраны на доске. Если есть еще какие-то вопросы, задавайте. Я обязательно на них отвечу в чате. Ну, а сейчас я хочу передать слово Татьяне Викторовне, чтобы она рассказала, как вы можете получить свои сертификаты. 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 На conversations ночные. Продолжение следует...